Вы что думаете, у Бормана есть свой план спасения, отличный от планов Рейхсфюрера? Вы об этом подумайте. Люди Гиммлера за границей под колпаком. Он требовал от своих агентов дел, он их не берег. А ни один человек из германо-американских, германо-английских и германо-бразильских институтов не был арестован. Гиммлер не смог бы исчезнуть в этом мире. Борман может. Вот вы о чем подумаете. И объясните вы ему, только, конечно, постарайтесь это сделать тактичнее, что без профессионалов, когда все и очень скоро кончится крахом, он не обойдется. Большинство вкладов Гиммлера в иностранных банках под колпаком союзников. А у Бормана вкладов в остатократ больше, о них никто не знает. Никто. Помогая сейчас Борману повалить его противника, выговариваете и себе гарантии на будущее. Золото Гиммлера – это пустяки игры, это прикрытие золота Бормана. Гитлер прекрасно понимал, что золото Гиммлера, оно бесконтрольное. Он понимал, что оно служит близким тактическим целям. А вот золото Бормана, золото партии, оно не для вшивых агентов и перевербованных министерских шоферов, которые возят к ним любовниц под объективы Шелленберга. А для тех сотен тысяч интеллектуалов, которые по прошествии времени поймут, что нет в мире иного пути, кроме национал-социализма. Золото партии – это мост в будущее. Это обращение к нашим детям, к тем, кому сегодня месяц, год, три. Тем, кому сейчас десять мы не нужны. Ни мы, ни наши идеи. Они нам не простят голода и бомбежек. А вот те, которые сейчас еще ничего не смыслят, они будут говорить о нас, как о легенде. А легенду надо подкармливать. Надо создавать тех сказочников, которые переложат наши слова на иной лад. Тот, которым будет жить человечество через 20 лет. Как только где-нибудь вместо слова «здравствуйте» произнесут «хайль» в чей-то персональный адрес. Знаете, там нас ждут, оттуда мы начнем свое великое возрождение. Вам сколько будет в 1965-м? Под 70. Счастливчик. Вы доживете и будете играть в свою партию. 70 лет – возраст расцвета политиков. А мне будет под 8 месяцев. Это у меня волнует ближайшие предстоящие 10 лет. Если вы хотите делать свою ставку, не опасаясь меня, а наоборот рассчитывая на меня, помните, Мюллер, гестапо, старый уставший человек. Он хочет спокойно дожить свои годы где-нибудь на маленькой ферме с голубым бассейном. И ради этого я готов поиграть в активность. И еще. Конечно, этого не надо говорить Борману, но сами-то запомните. Для того, чтобы из Берлина перебраться на маленькую ферму в Тропике, не следует торопиться. Многие шавки фюрера побегут отсюда очень скоро и попадутся. А вот когда в Берлине будет грохотать русская канонада и солдаты будут сражаться за каждый дом, тогда отсюда можно будет уйти, не хлопая за собой дверью. Уйти и унести тайну золота партии, которая известна только Борману и фюреру. И когда фюрер уйдет в небытие, надо быть очень полезным Борману. Он тогда будет Монте-Кристо 20 века. Так что сейчас идет борьба Выдержек, Штирлиц. А в подоплеке-то одна суть. Одна. Простая и понятная человеческая суть. Теперь идите.